Война Война – это страшное слово во всех языках. Это беда и тяжелейшие испытания для враждующих народов. В истории нашего народа много войн, но самой кровопролитной стала Великая Отечественная. 22 июня 1941 года Германия, нарушив договор о ненападении, внезапно начала боевые действия против Советского Союза. Это специальный выпуск проекта «Открытый урок». Мы находимся в Республиканском музее боевой славы. Меня зовут Деяна Ишниязова. Здравствуйте! Это карта Башкортостана. Она выполнена из гранита. На ней высечены скорбные цифры. Почти 600 тысяч человек из Башкирии было отправлено на фронт на защиту Родины. И почти более половины из них навсегда остались на полях сражений. В Башкирии 278 героев Советского Союза и 39 полных кавалеров Ордена Славы. Тысячи людей подавали заявления в военкоматы, просьбой отправить их на фронт добровольно. Но одного желания мало. Фронту требовались грамотные военные специалисты. У нас в Республике развернулось первоначальное обучение военнообязанных. Готовили военных специалистов, автоматчиков, пулеметчиков, саперов, связистов и других бойцов. В Уфимском, Белорецком и Стерлитамакском аэроклубах обучались пилоты и парашютисты. В системе Красного Креста готовились медсестры и сандружинницы. В силу своего географического расположения Башкортостан оказался тыловым районом. Поэтому сюда была эвакуирована международная организация, объединявшая в себе коммунистические партии различных стран. Каминтерн. До сих пор сохранились здания, в которых разместился президиум исполкома Каминтерна и его учреждения. Это авиационный техникум и главпочтамт на улице Ленина. Вот из этой аппаратной они вели антифашистскую пропаганду на 18 языках. В нашу республику шли санитарные эшелоны с ранеными и больными. Только в Уфе было развернуто более 36 госпиталей. А по республике их насчитывалось 63. Жители собирали торфяной мох для замены ваты, собирали лекарственные растения. Не хватало бинтов, и поэтому добывали и просушивали водоросли из рек Белой и Тайрук. По плану эвакуации из прифронтовой полосы на восток в Башкирию прибыло 172 промышленных предприятия. До войны Уфимский моторостроительный завод производил моторы только для комбайнов и тракторов. Но теперь было налажено производство авиационных двигателей. Вот такой башкирский авиационный двигатель был обнаружен поисковым отрядом в районе Шлистельбурга Ленинградской области. Таким образом, башкирский авиационный двигатель, побывав в боях Великой Отечественной, вернулся в Уфу, где в годы войны был изготовлен тружениками тыла. Плакаты и лозунги того времени призывали к соревнованиям. Создавались фронтовые бригады, которые перевыполняли план в 2-3 раза. Благодаря таким вот труженикам завод стал выпускать по 50-60 моторов в день. Всего за годы войны завод выпустил 97 тысяч авиационных двигателей. Такое число моторов потребовало большего количества свечей зажигания. Их выпускали на эвакуированном из Москвы агрегатном заводе, расположенном в Деме. Вот такой резьбофрезерный станок 40-х годов музею подарил коллектив агрегатного завода. В 1941 году завод еще не был достроен, стен и крыш еще не было, а производство не должно было останавливаться. Но все взрослые мужчины ушли на фронт, и поэтому за станками под открытым небом с раннего утра до позднего вечера стояли подростки 13-15 лет. Некоторые из них даже не доставали до рукоятки станка, поэтому вставали на ящики. Многим мальчишкам в то время пришлось забыть об играх и учебе, занять место старших братьев и отцов. В то время, когда враг захватил нефтепромыслы Кавказа, Краснодарского края и Западной Украины, возросло значение нашего края как республики черного золота. В это нелегкое время были изысканы средства для организации экспедиции из 100 научных сотрудников, результатом которой стало составление карты 10 перспективных месторождений нефти. И в 1943 году скважина у деревни Кинзибулатова и Шамбайского района дала мощный фонтан нефти. Через год под Туймазами заработала еще одна скважина. Всего на территории нашей республики было выявлено более 20 залежей нефти, что позволило нам к концу войны выйти на второе место в стране по добыче. Параллельно с нефтедобычей развивалась и нефтепереработка. Каждый пятый танк и самолет заправлялся топливом из башкирской нефти. Победа ковалась не только в городе, но и на селе. Жители деревни в стремлении поддержать фронтовиков сами испытывали лишения. Вот такой интерьер самой обычной деревенской избы. Многие мужчины деревень уходили на фронт, и на женские плечи легли все тяготы сельского хозяйства. Женщинам пришлось осваивать трудные мужские профессии. Они становились трактористами, комбайнерами и председателями колхозов. На всю страну стала знаменитой сноповязальщица Анна Чуева из Куюргазинского района, которая ежедневно связывала по 2-3 тысячи снопов при норме 400 снопов в день. А в один из августовских дней она связала 5200 снопов. Это 100 трудодней, и свой заработок за этот день она передала в фонд обороны. Таким образом, тыл всеми силами помогал фронту. Жители нашей республики, не жалея сил, работали на заводах и фабриках, выращивали хлеб, чтобы как можно быстрее советские воины могли победить врага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok